Праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой, состоялся в день начала контрнаступления наших войск. В продолжении в репортаже Елены Козловой. Как ты думаешь, что это? Что она самая тяжелая? Это когда солдаты шли, у них патроны кончались, они это вставляли, это как и запасные патроны. А вот сейчас, в мирное время, если бы тебе такое досталось, ты бы что в нем носил? Телефон. Как ты думаешь, почему дырки? Ну, я думаю, что эти дырки от очень больших пуль. От патронов и осколков. А может быть от старости? Да, может быть от старости, но это вряд ли. Как вот эта вот, вот эта вот каска, как по-твоему, сколько лет она пролежала в земле? Сколько ей лет? Ну, 50, может быть, даже больше. Неправильно. А какая сейчас годовщина? Не знаю. 75 лет лет в Москве. 75 лет. Ну, 75 лет. Главный городской праздник, посвященный 75-й годовщине разгрома фашистской армии под Москвой, прошел 5 декабря во Дворце культуры Чайка. И его символом стал штандарт славы, который был присвоен Лобни, как городу, ставшему самым близким рубежом к Москве, дальше которого, благодаря самоотверженности и героизму наших людей, враг так и не смог пройти. Отсюда начиналась наша Русь и русской славы предисловие, поет Лобнинский ансамбль русской народной песни «Тынды-рынды». Здесь занялась зря Великой Победы, гордо объявляет ведущий праздника народный артист Российской Федерации Владимир Князев. А почетный гость, друг Музея истории города Лобня Владимир Ивашенков, один из пяти сыновей Евдокии Ивашенковой, женщины, которая стала прототипом матери в фильме о битве за Москву у твоего порога, рассказал, что, конечно, в художественном фильме много приукрашено, и мать никогда не подавала снаряда командиру артиллерийского расчета Гайку Шадунцу, также почетному гражданину города Лобня. Но именно 5 декабря, просидев несколько дней в погребе, мать с пятью детьми вышла из него живая. Это означало, что кровопролитные бои, которые велись прямо с ее участка, закончились. И закончились нашей победой. А директор Лобнинского музея истории Людмила Лукина еще раз рассказала про Донины березы, которые и сейчас растут на бывшем участке семьи Ивашенковых, и о том, почему имя этой женщины вписано в историю победы под Москвой. Эта героическая женщина со своими пятью сыновьями, пятеро сыновей у нее было, не дочерей, как в фильме, только были сыновья. И вот она с ними находилась в убежище недалеко от дома, буквально рядом с передовой, и не ушла никуда. Почему она героическая? Потому что она поддерживала в бойцах боевой дух. Она им говорила о том, что они здесь победят. Она им сказала, вы видите, даже я не ушла, потому что я верю, что немцев здесь не будет, что вы их не пустите. И бойцы, слушая ее, конечно, воодушевлялись. И, кроме того, они, зная, что защищают столицу, видели перед собой эту семью, этих ребятишек, и они понимали, что они, кроме всего прочего, защищают вот именно слабую женщину. Маленьких этих мальчишек они защищают, и они обязаны победить. Я очень благодарен всем вам, что я сегодня здесь выступаю перед вами. Нам было очень трудно в свое время, но выжили, помогли люди. Так что спасибо вам всем. Спасибо. Своё выступление временно исполняющий обязанности главы города Евгений Смышляев начался стихотворение Владимира Карпова. Не надо фраз про доблесть и награды, слова всего лишь навсего слова. Мы здесь стояли, и назад ни шагу, мы здесь лежим, зато стоит Москва. Наши с вами родственники, жители Красной Поляны, Лобни, здесь на Лобниско-Краснополянском рубеже остановили врага. Они совершили подвиг. Они совершили подвиг не потому, что они хотели совершить этот подвиг, а потому, что это был их долг, потому что они понимали, что они должны совершить эти действия. Вот и труженица тыла Антонина Булякова, которой сегодня 96 лет, а в 41-м ей было всего 20, не говорит ни о каком героизме. Зато все время повторяет – мы отчаянно хотели, мы отдавали, мы верили. 41-й год, вы в Москве, а немцы под Москвой. Страшно было? Да, да, страшно было. Ночи без сон, не спали совсем. Да, 300 вылетов было, только не все пролетали в Москву, самолеты, сбивали наши. А вы в победу в нашу когда верить начали? Или с самого начала? Или до конца не верили? Нет, ну мы надеялись, надеялись, верили. Чем могли, помогли этому фронту. Я работала на трикотажной фабрике, там выпускали обмотки. Наша армия была в ботинках, и до колен такие обмотки были. Вот эти обмотки мы вырабатывали. Потом в шумке жили противогазные, санитарные. В этот день труженицам тыла Антонине Буляковой и Тамаре Позняковой были вручены юбилейные медали за оборону Москвы. 30 километров от Красной площади, всего 30 минут по прямой дороге. И фашисты, которые до этого прошагали пол Европы, но так и не смогли преодолеть эти последние 30 километров. Объяснить это словами практически невозможно, но и молчать нельзя. Поэтому сегодня хочется сказать огромные слова благодарности тем людям, которые сохраняют эту память нашим ветеранам, нашим общественным организациям, нашим патриотическим организациям, ветеранским организациям, нашим неравнодушным людям, жителям, которые несут эту память, нашим учреждениям образования, культуры, в которых существуют музеи, в которых существуют патриотические кружки, секции. Среди них и библиотекарь Ольга Красношова. Даже в чайку Ольга Ивановна принесла сразу три книги краеведа Василия Карасева – «Рогачевское шоссе», «Рогачевский узел» и «Белый раст». Здесь собрано все события военных лет на нашей территории и прилегающей. Все, что происходило, очень объемно. Кто увлекается историей, тот оценил очень высоко эти книги. То есть к нам приходят, смотрят, ксерят какие-то схемы. Собрана им уникальная информация. Школьники приходят, делают доклады. Ну, в общем-то, да, частично. Хотя хотелось бы, чтобы именно школьники побольше пользовались такой литературой. В свою очередь, председатель Лобнинского совета депутатов Николай Гречишников также поблагодарил тех, кто сегодня несет эстафету памяти сороковых, а потом добавил. Я хочу сказать сегодня огромное спасибо всем лобнинцам за тот социальный мир, за те дела, которые мы стараемся все вместе делать. И все это направлено на то, чтобы быть достойными великого подвига, достойными наших ветеранов. Пусть они себя никогда не чувствуют одинокими среди родственников и всех нас. Это наша общая задача. Благодарственные письма от главы города и Совета депутатов за активную позицию, сохранение памяти и патриотическое воспитание молодежи были вручены Лобнинскому совету ветеранов, отделению общественной организации «Боевое братство», коллективу общественной палаты и благотворительному фонду Андрея Тишкова «Обелиск». Духовой оркестр именно фонда «Обелиск» открыл праздничный концерт. Честь вынести на сцену штандарт славы выпала ветерану боевых действий на Северном Кавказе Илье Харькову. Для меня это огромная честь. Мы клятвенно обещаем, что мы будем хранить эту память, передавать ее дальше своим детям. А надо хранить эту память. Вот дети же, они живут в мире. Зачем им расстраиваться лишний раз? Это не расстройство, это большая гордость. То, что мы смогли выдержать, что мы не стали рабами, что мы живем с гордо поднятой головой. Страна живет тогда, когда есть память, когда есть история, тогда страна жива. Без истории мы просто жить не сможем. Мы должны помнить о своих предках. Если мы не будем помнить о том, что происходило, то нас очень легко переформатировать, как сегодня говорят. А вот нас попробуйте переформатировать, когда мы имеем память о своих дедах. У меня два деда воевало. Один погиб на войне, один уже ушел после войны. Это же память. Я эту память передаю своим детям и внукам теперь уже. Память, она важна очень. То есть вас с пути сбить нельзя? Нас, конечно, не собьешь. Но чтобы не сбили молодежь, для этого мы как раз и такие праздники и мероприятия проходят. Кроме отрывка фильма о подмосковной битве у твоего порога, в этот день вспомнили такие культовые фильмы о войне, как «17 мгновений весны», «6 часов после войны», «В бой идут одни старики», «Белорусский вокзал» и многие другие. А благодаря артистам театра «Камерная сцена» кадры буквально сошли с экрана и ожили. А встреча и передача «Вахты памяти» советам ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранам боевого братства, прошла под песню «Любимый город может спать спокойно» из фильма «Истребители», которую в этот день исполнил почетный гражданин города Лобня Владимир Губанов. «Пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины, любимый город может спать спокойно и видеть сны из зиме среди весны». А свечу памяти зажгла обладатель ордена «Молодое дарование России» Кристина Коробкова, и лобнинская молодежь ее поддержала. А свечи плачут за людей, то тише плачут, то сильней, и позабыть их страшные дни, они не могут свечи. А свечи не важно для меня, что не боится воздух огня. Из-за тебя, из-за меня, сгорая плачутся вечи. И очень важно для меня, что не боится воздух огня. Из-за тебя, из-за меня, сгорая плачутся вечи. Илья Рокозлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня».